Приехала на проверку группа тёлок. Девчоночки сегодня пасутся. Сейчас обеденное время, но солнце скрылось, подул ветер, и они выбежали кушать. Сколько не прихожу, и не приезжаю, вернее даже, всё время лежат, отдыхают. И бык тут ещё пока бездельничает в этой группе. Не видела ни разу тут ни одной гуляющей тёлки. Ну, всё, мы своё время. Время ещё есть. Мы и так выпустили его чуть пораньше. Обычно 1 июля. А тут прям на 10 дней раньше. Заедают их слепни. Никуда от этого не денешься. Слепни, конечно, сильно кусаются. Их достают. Вот они всё время отвлекаются, отгоняют. Но от мух, казалось бы, муха и слепень, да? Кто как может укусить? Но от мух вреда значительно больше. Если мухи садятся на слизистую глаз, то может возникнуть воспаление глаз, если откладывают свои яйца и... И потом глаз у коровки потечёт. Вот так и здесь случилось у одной. У пулиной девочки полоски. Какая-то она слабая на глаза. Потому что в прошлом году, будучи телёнком, мы ей уже глаз лечили. Не знаю, этот или другой, но глаз так же потёк. И мы пролечивали её. И вот сейчас она отсюда забрана была. И ещё одна телушка ушла вместе с ней. И они в группе рожениц там у дома. В тех группах коров погуляла уже много. Смотрела, сегодня записывала очередных, кого видела. Ну, а вижу я почти всех, потому что они все толкутся у дома на такой жаре. Они лежат вон там в загоне. Смотрю, что по десятку уже в обоих группах покрыты. Уж не знаю, покрылись или нет. Но уже наполовину... Наполовину уже животные там осеменены. Надеюсь, на приплод в апреле месяце. Плохо, когда растягивается отёл. Конечно, хотелось бы закрывать отёлы апрель-май за два месяца. Собственно, даже поэтому пораньше быков и выпустили. Но всё равно, особенно у коров, если есть, так скажем, отстающие. Ну, вот такие роженицы, как сейчас у нас уже... Клюква, ракушка, ромашка неотелённая ещё до сегодняшнего дня. Калинка только-только отелилась. Ну, вот что это? 20-30 июня. То есть, не тёлки на случку, если тёлка родится на следующий год, не подойдут. Маленькие будут вместе со всеми. И бычки к ноябрю месяцу следующего года, если оставлять на откорм, должным образом не вырастут. Ну, а если производить отъём в ноябре, как мы проводим, то тоже должного веса не наберут. Потому как возраст у них будет меньше, чем у всех остальных. Естественно, им ещё нужно будет оставаться с матерями на молоке. Потому что им там, ну, получается, по пять месяцев. Это что, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну да, и всё. Ну, а это пять месяцев. Мы вас только не отделяем. То есть, нужно для нескольких коров с их телятами выделять отдельное место, где бы, ну, то есть, оставлять ещё пока. Всех забрать, а этих оставить. Что, как сами понимаете, не очень удобно. Вот, и дальше работать неудобно. И, в общем, конечно, туровые отёлы намного лучше и проще для работы. Ну, а как их быстро выведешь? Вот, если брать калинку, она телилась, цифирку принесла нам 4 августа. Сейчас она телилась, вот, 25 июня. Ну, то есть, она загуляла быстро после отёла, оправилась, пришла в охоту и сразу же покрылась. Но это всё равно июнь месяц. Вероятно, что вот к следующему, если всё пойдёт у неё хорошо, ну, в общем-то, ничего, как это, не предвещает беды, а телилась хорошо, сама, легко, паслет отошёл быстро, она его даже уже жрать начала, когда я пришла, то она должна где-то телиться уже, вот, как и все, в мае месяце точно, ну, а может даже и в конце апреля. Главное, чтобы восстановилось быстро и это, ну, здесь уже, сами понимаете, физиология, ничего, ничего не сделать. А ты всё бездельничаешь, парень, да? Бездельничаешь. Да, мужики уже отработали, видела, как один, уже можно сказать, с коровы падал. Вот такой слепняк у тебя сидит, прям на самой хребтине. Вот я даже его вижу, а он тебя жрут. Что, жрут скотина? Накидал себе травы. Он сбегает. К дереву об ветке оботрутся, только таким образом хребтины и могут себе отогнать. Да? Сейчас вы можете сказать, что, а что не существует препаратов для обработки? Существуют препараты. Ну, всё это мы проходили в предыдущие годы. Да, я соглашусь, обрабатывать надо, но мы в этом году не обрабатывали. Ну, и обрабатывать не будем. Столкнулись мы с тем, что обработка животных занимает длительное время. Не говоря о том, что это целый рабочий день, нужно всё это организовать. Но организация какая? Это нужно всех животных собрать в одно место и прогнать через станок. Потому что я не могу подойти с пшикалкой и побрызгать тут на неё. Вылить препарата надо практически 3 литра. Это, в общем-то, опрыскать всё-всё-всё животное, все части её тела, да? И нигде это не сделаешь. Но даже если в каком-то таком загоне собрать вот так вот группу, ну, всё равно должно быть узкое пространство, откуда они могут выйти, да? Понимаете, вот здесь на поле я не смогу этого сделать. И там обрабатывать, то это всё равно раскол, станок и, говорю, и день работы. А день этот может оказаться абсолютно потерянным и бесполезным днём, потому что мы сталкивались неоднократно. Мало того, что препараты действуют там максимум 2 недели, так происходит это, мы только обрызгаем на следующий день дождь. Ну и что? Дождь смыл все наши труды. Ну, в общем, эффекта от применения этих препаратов такого прям вот визуального я не увидела. Животные как вот так не пасли днём, как бегали, вернее, как лежали днём, так и лежат. Пастись ходят только тогда, когда вот ветер или ночью. Ночью точно пасутся. Часов 8 все уходят уже. Ну, а что, собственно, вот они сейчас вышли, наедятся и пошли. А первые годы, начитавшись и насмотревшись всякой разной информации, покупали даже бирки в уши. Вот, ребята, может, и хорошая компания-производитель, и дорогущие у них эти средства, ну, это, ну, просто бесполезное занятие. Висит вот такая бирочка в ухе, ну, как бы, понимаете, что она не может источать столько запаха и распределять его по всему телу животного, чтобы отогнать вот этих насекомых. Ну, говорю, как у быка сидели на спине, вот он идёт, наконец-то, к дереву, вот. Где-то ему нужно зацепить со спиной, чтобы их отогнать. Вот, наконец-то, сейчас ты их сгребёшь с себя, да, вот, это случилось. Ну, у быку я подходить тоже не хочу, сами понимаете, да, там, веточкой ему стучать. Но у него, конечно, видите, да, вот они всё равно, только он их согнал, как они снова на это же место садятся, понимая, что здесь он не может достать ни хвостом, ничем. Соседке, которая езжет за молоком, не Айширке, живёт она вот чуть дальше, она своих коров вообще не выпускает в поле. То есть просто не выпускает, а они, говорит, не ходят. Какое мне смысл их тут на поле держать? Мне легче накосить и, ну, привезти и накормить дома, чем они вот так всё равно будут бегать, стоять, мучать, лежать. Ну, и, понятное дело, молока никакого от такой посьбы не увидишь и содержания на улице. Ну, только что навоза дома меньше будет. Я также спросила, говорю, так, ну, неужели ты не можешь обработать одну корову? О, ты мне дала, говорит, в прошлом году это средство. Я обработала такое ощущение, что только хуже было, поэтому больше не буду. Ну, в общем, все как-то решают свою проблему. Ну, мясной скот решает её по-простому. Живут так, как вот живут на воле. И когда мы говорим всегда, там, нужно сделать то, 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 отгонять там мух. Не знаю, почему это они вот тут навозе у вас стоят или что-то подобное. Ну, слушайте, ну, если бы они жили просто на природе, ну, как-то живут же, вот, не знаю, лоси, косули и все остальные. Никто их не обрабатывает. Телятся вон, где угодно, да. Так же и тут. Это, в принципе же, такой же дикий скот. Это мясные животные, они дикие. Вот я сейчас не смогу ни одну подойти и погладить. Ещё была здесь у меня вот 102-я, которая ушла, она подпускала. А остальные никто не хочет общаться, потому что они тёлки. Молодые, резвые, вообще вот такие. Поэтому будут жить, как живут. Ничего страшного. Не произойдёт. Животные, кстати, от паразитов были проколоты. Мы делаем две обработки. Осеннюю и весеннюю. Поэтому, в общем-то, заболеваний быть никаких не должно. Да, и заболеваний от клещей. Я у них тоже никаких не видела. Я даже не знаю, как... Ну, что это такое. Хотя клещей я снимала. Особенно вот у колинки. Тонкая такая кожа, прям вообще. И на неё напиявится на всю шею. Я просто вытергаю их, и всё. Никаких у неё последствий после этого негативных не было со здоровьем. Поэтому я не знаю. Наверное, может, слава богу, плещи незаразные были. Но, возможно, помогает препарат, который был проколот. И, собственно, он и предотвратил это заболевание. Ну, ладно, девочки, оставайтесь. Паситесь. А ты, бык, давай. Выявляй желающих. Хватит их кормить. То всё в ресторане, да в ресторане. Уже пора. Я поеду к быкам. Надо всех осмотреть. Вот и быков на пастбище. Прошла уже небольшую часть пути. И в пастбище под их любимые деревья. Смотрю, нету. Возвращаюсь обратно. Говорю, пойду на следующий контур. Значит, они перешли здесь через водопой. И ушли в другое место. А вот они, оказывается, отдыхают. Здесь в кустах. Вот, как хорошо они себе истоптали территорию. И лежат в тени деревьев. Лежат так, замаскировались, что их, в общем-то, даже и не видно. И если не знать, где, то не сразу и найдёшь. Ну чё, мальчишки, ветер такой дует. Идите-ка, поешьте. Да? Я мешаю вам? Мешаю вашему отдыху. Вот этот хорошенький бычонок. Да? И вот этот хорошенький. Люблю комолых животных, изначально рождённых. Быкам мы тоже сейчас рога не прижигаем. Если родился с рогами, то так и будет уже. Даже, собственно, не проверяем. Ген комолости не предсказуем. Когда и в какой момент рождаются то комолы, то рогатые, непонятно. Даже от животных, которые абсолютно комолы и искусственного семенения, могут родиться рогатые. Правда, заметила. Сейчас покажу, как тут перейти-то. Что у быков от искусственного семенения, вот у наших племенных, рога совсем другие. Вот не такие, как у этих вот двух. Тут вообще какие-то калмыцкие рога. Особенно у того, который вскочил. Видите, они такие прям рога-рога. Да, вот удобно тебе за рога на верёвку. Ну, в общем, все на месте, всё хорошо. Поеду ещё, зайду к Маю. Он там скучает. Вот, остановилась у быков. Туда ехала, никого не было. А на обратном пути явились. Вернее, был один май. Он там подальше стоял, в кустах. Ну, может, с речки шли, пить ходили, наверное. Вот теперь все стоят. Любители тоже у дороги. Зефирушка. Зефир. Зефир. Ну, подойди. Май. Зефирка, у тебя, братан, появился. Ещё безымянный. Май. Май. У меня муж. Олег очень переживает за него. Говорит, он всегда грустный. Он грустит. Ему с этими... Своими детьми, говорит, в группе. Тут неинтересно. Надо его забрать домой. И сделать ему отдельную группу. Я говорю, ну, группа у него может быть только... Из этих последних рожениц здесь у дома. Так я смотрю, там как-то травы мало. А сейчас еду, и мысль тоже такая же мне пришла в голову, что, ну, Майю, наверное, надо заболеть, чтобы явиться к дому. Май. Ты грустишь? Майоныш. Домой пойдёшь? Ну, точно грустный взгляд. Ладно, не скучай. Не грусти. Да, ребята, предвижу вас вопрос, почему бычки оказались в двух группах. Вот это как раз тот случай, когда вот эти бычки родились поздно. Они такие поскрёбуши. Ну, вот кроме одного, вот этого. Вот, поэтому тех быков мы угнали, а эти жили у дома. Здесь в группе с производителями. И одни оказались на одном пастбище, а другие на другом. Друг от друга они находятся практически 4, 3,6, по-моему, километра. Гнать их гоном, вот через деревни, через всё по дороге по асфальтированной, вряд ли они дойдут. Это только надо с кем-то, со взрослыми. Хотя они могли бы находиться в одной группе, и пастбища там хватит, и, в общем-то, всё есть. Вот такие как раз неудобства возникают из-за того, что поздние телятки, и работать с ними становится потом некомфортно. Да, он сон на земле валяется, и вы её топчете и гадите на неё. Была в круге в железном, а сейчас круг этот на том остался, поле от машины. Мне его не поднять, а Олегу некогда привезти. Ну, зефирушка, иди, я тебя поглажу. Конечно, по уму надо бы их всех вместе объединить. Легче смотреть, меньше работы. Всё-таки идёшь? Идёшь. Не знаю почему, но Калинка даёт вот таких странных детей. В смысле, камолых. Хотя сама с такими рожищами. А вот этот бычонок Ракушкин, которая тоже в прошлом году отелилась. Ну, практически так же поздновато. Ничего, уже подрастают. Ну, в общем, к ноябрю, ноябрь-декабрь все парни отправятся в известном направлении. Может, кого-то ещё купят из них себе на племя. Вот там три, и здесь один достойный кандидат и есть. Ребята приезжали, смотрели, но им нужен был большой бык. Хотя, как-то пометочки себе сделали, но не разу писали. Может, для группы тёлок приедем и за этими. Так что, кому надо, ребята, обращайтесь, приезжайте, смотрите, ну, или фото-видео пришлю. Ну, в общем-то, все в продаже. в общем-то, ведь да, в общем-то, вот, Продолжение следует...